И ты получил исцеление. И получил исцеление не одно. И исцеление чудом. И исцеление через руки врачей. И ты можешь это нести людям, которые нуждаются. И знаете, у меня было исцеление. Я когда только пришла в церковь, я была в зависимости. 11 лет я употребляла тяжелые наркотики. В перерывах это был алкоголь. Других перерывов не было. Других не было. Трезвых. И знаете, Господь освободил меня от зависимости. И это была слава Божья. Но у меня еще была история болезни. Которую аннулировал Господь. Аллилуйя. До 7 лет я 5 раз переболела воспалением легких. Двухсторонним. Каждый раз. Мой брат 9 месяцев, он умер от воспаления легких. И брат ми, когда беше на 9 месяцев, умрял от воспаления на белите дробове. Я очень болела все время в школе. Потому меня освободили от украинского и от физкультуры. Тогда можно было освободить от двух предметов. Потому я не говорю я с украинским, но на украинском я не говорю. Если я говорю по-украински, это очень нехорошо звучит. А как уговорено украински, не звучит много добрее. Вот. Ну, я буду стараться учить сейчас. В такие времена. Мне самой хочется. Вот. И знаете, когда я пришла в церковь, Господь мне явил славу в том, что Он освободил меня от зависимости. Господь явил Свою это славу. Да. И пошла вот история болезни. И започная история на болезни. Знаете, которую, когда я пришла к Господу, Бог аннулировал просто. Я с 20 до 30 лет, у меня открывались язвы двенадцатиперстные. Как она открылась в первый раз? Я попала на войну. Отжария с Грузии. И тогда я посидела. 21 год. Вот. Виски. Седые были. И то, что я там видела. И у меня открылась язва двенадцатиперстная. И за две недели сантиметр. И потом в течение десяти лет она у меня открывалась. Она перестала открываться, когда я приняла Христа и пришла к Богу. Еще один раз. Три миллиметра она открылась. Это в самом начале. И все. И все. Я забыла. Я ем, знаете, с мудростью надо диету соблюдать. Но бывает же и паричность. Мессийская. Вот. И, знаете, слава Богу. Она у меня ни разу не открывалась. И все утворения нету видно. Вот. Это было у меня именно с желудком. Потом, знаете, когда я пришла в церковь, я еще какое-то время была в зависимости. И мне верующие сказали, ты, если употребляешь в зависимости, ты все равно ходи в церковь. Ты же не можешь освободиться и прийти такая святая. Или не можешь до себя освободить. Ты идешь в церковь со своими грехами, и Бог тебя освобождает. Ты идешь на церковь с грехов и Господа освобождает. И вот я так ходила. Я с идвах така. И туда, и туда. И там, и там. Тут, аллилуйя, слава Богу. Тут, аллилуйя, слава на Бога. Возвращаюсь. И там друзья меня ждут. И там приятели тебе чатятят. Я говорю, Боже, помоги, я бессильна, я не могу ничего сделать. Боже, помоги мне бессильна, я сам ничто не могу донаправить. И знаете, это был риск. Это был риск. И шарахнуло, извините за слово, у меня кровоизлияние в голову. И получих кровоизлиф в голову таси. Потому что все употребили им хорошо у меня как. Ты как-то всички употребиха им и добре убаченами. И знаете, я поняла, шутить нельзя. И разбрахчат у к ней душеги. Я получила тогда исцеление. Это было первое чудо исцеления. Без лекарств. У меня выпер лоб, выдулся, были язвы на голове. У меня раздули щеки, губы. Если б был фотоаппарат, хорошо, что его тогда не было. И знаете, у меня за три дня все прошло. Мне сказали, врачи потом, вы ж могли умереть. От такого не лечатся. Как у вас все это прошло? А это дочитала Библию. А моя бабулечка благословенная, она с Господом, она ходила вокруг меня, смотрела на меня и говорила, ой, Господи, хоть бы дурочкой не осталась. Хоть бы не свихнулась. Хоть бы дурочкой не осталась. И мне врачи сказали, что ж ты делала? Я говорю, Библию читала. И она мне, врач, выписала на одном рецепте пять препаратов. И я вышла, говорю, Иисус, хорошо, что ты меня исцелил сейчас чудом. Если бы я их выпила, могло бы одно или два не пойти. И вот тогда было исцеление чудом. И я почувствовала, что Бог есть. И Он действует в моей жизни. И это было одно из других. Знаете, другая была ситуация, так как зависимости были в жизни. У меня был гепатит С. И мы с мужем решили, и у него тоже, и мы решили вместе лечить. И было служение исцеления в нашей церкви. И мы, как лидера, молились за людей. Но у меня был гепатит С. И я молилась за людей. Я не думала о себе тогда. Я думала о людях. И когда я молилась за людей, мне Дух Святой сказал, я тебя исцелю от гепатита С. Когда ты домолишься до последнего человека, исцеление твое начнет возрастать. И когда я домолилась до последнего человека, до последнего человека, мы с ней разговаривали. Мы с ней дружим, общаемся. И я говорю, вот что мне Бог сказал. И она говорит, да. А моего сына Бог так же чудом исцелил от гепатита С. И мое исцеление начало возрастать. Я сразу побежала в больницу сдавать анализы. Господь, ты меня исцелил. В течение года я сдавала анализы. У меня был гепатит С. И средняя вирусная нагрузка. Не минимальная, средняя. И тут мы уже с мужем пошли к врачу, уже как бы лечиться. Я понимаю, говорю, Господь, ты всемогущ, ты все можешь, ты можешь исцелить от гепатита С. Что для тебя это? Ты создал небо и землю. Я не хочу принимать лекарства. Ты же можешь. Ты можешь. Вот. И тут уже дали нам мы сдали анализы и ждали ответ в четверг и во вторник нам принимать терапию. Приходит в четверг анализы и у меня не подтвердился. Муж их час трусил там, где он делся. Муж? Муж. Ну, он спрашивал, где делся анализ гепатит С моей жены. Потом мы еще пересдавали. Потом еще пересдавали. Ну, это уже было несколько лет и просто какие-то анализы надо было сдавать вот на операцию. Я ложилась, там уже лет сколько, 3-5 прошло. Нет, то есть Господь исцелил. Как это бывает? Вот врач у мужа сказала за мою практику. Я 15 лет работаю. Ваша жена вторая. Вот у врача была такая практика. Какой-то парень и жена вторая. Вот. Ну, я благодарю Бога. Я просто очень не хотела принимать лекарства. И знаете, я хочу что сказать еще. Что когда... Вот, а есть какие-то моменты. Знаете, вот с ногой я пошла на операцию. У меня в течение 10 лет открывались трофические язвы и я сделала операцию. Но когда у меня на ноге было обострение, я все равно ходила в больницу. В отделении гнойной хирургии. Стояла на одной ноге, как цапля. Потому что болела, кровь притекала, было больно. Я вот стояла на одной ноге иногда и говорила, Иисус Господь, Целитель Ваш. И знаете, Господь, Он меня исцелял. Потом у меня опять открывалось, опять исцеление. Сделали операцию. Все. И я понимаю, правильное питание, правильные режимы дня. Это все тоже очень важно. Правильные режимы много важны. И отделения есть, конечно, разные. У нас служение, вот я хотела местописание тоже зачитать. Это Псалом 102. Знаете, здесь написано, благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчая Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. И знаете, вот это местописание особенно затронуло мою душу. Знаешь, когда ты благословляешь Господа и у тебя исцелена душа в Господе, и ты приобрел этот мир, физическое тело не заставит долго ждать. Если что-то где-то еще и болит, и что-то в процессе, Твоя душа в мире. И когда ты целостен в себе, я хочу сказать, что мы еще даже, вот я не получила полного исцеления, вот с ногой в процессе у меня был момент, и я уже в этом состоянии, я ходила в этом состоянии служить. То есть Бог нам дает власть, когда мы приняли Иисуса Христа. Если еще что-то в процессе, мы все равно идем служить. Бог дал нам власть, вот как ученикам дал, над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и немощь. Он сказал, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрещайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Почему это я говорю? То, что ты хочешь своего исцеления. Ну, ты получил свое исцеление. Ты получил исцеление. Дальше в процессе. Но в тебе живет Дух Святой. Пусть Господь тебя просто использует для других людей. И когда я ходила по больницам изначально, мы тогда пришли в репцентр, реабилитационный центр, он служил по больницам. Я со всем, чем я пришла, я уже пошла в больницу служить. Вот это вот было начало. И исцеление тоже, вот мое местописание, очень любимое. А для вас, благоговеющие, пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Это Малахия, 4 глава. Знаете, благоговеющий перед именем его взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И оно будет возрастать. И есть Господь исцелил чудом. Ты что, шел? И раз гепатита С нет. А кто-то пил терапию. Очень тяжелую. Кому-то было очень тяжело. А кто-то получил исцеление чудом. Но есть момент, когда я пошла с ногой на операцию, и надо были таблетки. И я молилась и благословляла. У нас были случаи, что люди не пили таблетки, не шли к врачам. И они, не получив исцеление чудом, они умирали. У нас есть в нашей практике такие ситуации. То есть в моей жизни оно было вот и так, в больнице Господь благословлял. И также оно было вот исцеление чудом. И я вам скажу, когда я пришла в церковь, первое, что Господь спросил, что у меня спросил брат во Христе, который меня привел, он был лидер служения, он спросил у меня, а как у тебя с оккультизмом? Вы представляете, с каким комком я пришла с грехов в церковь, с зависимости болезни? И он говорит, как у тебя с оккультизмом? А я очень хорошо гадала. Меня, мне передала эта женщина, но я просто не понимала, почему оно у меня так забывалось, так открывалось и так исполнялось. Потому что она передала этот дух. И я потом покаялась, Господь, прости меня, я все это выкинула. Я просто исповедовала это, я их отреклась. И знаете, тогда он у меня спросил, тогда он мне сказал, у тебя открытая дверь для дьявола. Мы, конечно, пошутили. Я говорю, так как я гадала, у меня гаражные ворота, это не открытая дверь. Вот. И знаете, все это мы оставим, все это я оставила. И оказывается, безвинный какой-то пассианс, безвинное гадание карты, как в пятом, шестом классе это делают девочки, за этим стоят реально бесы. И с этого уже начинается разрушение жизни. Даже не надо что-то употреблять или блудить. Уже начало карты, гадания, гороскопы, и ты уже в заплете сатаной. Все. Это очень серьезные вещи. Почему? Потому что даже, ну, некоторые, кто это безобидно делает, сам не вникает и не понимает, что это. И на вот эту мусорку приходят стервятники. И зависимость, и блуд, и все остальное, и потом несчастные жизни. Просто не безобидный пастьянс. Просто безобидный карты. Понимаете? Вот. И я с этим коснулась своей жизни, я это увидела. что в живота сей губедях. Вроде все сказала. Сочи всичку казаха. Я наметила все. И, конечно, знаете, за все мы воздаем славу Богу. За всичку воздаем и славу. Все слава Богу. И до того, как вот до 30 лет. Я блуждала своими путями. К чему это привело. И со всем этим я пришла к Богу. И слава Богу, что, знаете, трудный путь, муский путь, широкие врата в погибель. Делай, что хочешь. И я благодарю просто Бога, что Он дал мне эту силу и благодать выйти с этого болота с греха от греха и выйти на Божий путь. И, конечно, мы дальше служим. Дальше делаем Божье дело. Вот. И уповаем на Господа. Уповаем на Господа. Пусть Бог благословит вас. Господь благослови. Мы хотели попросить Наталью тоже помолиться, чтобы она послужила сегодня за исцеление. Может быть, дичь.